Поехали ли вы к тому моменту кукухой? «Серёжа! всех оттрахаем, всех оттрахаем, всех оттрахаем! Придумай мне бабу, придумай мне бабу! Всех оттрахаем, говно! Я излюблю тебя до смерти, сука! Я излюблю тебя до смерти, сука. Я излюблю тебя до смерти, сука! Вот я щас подойду и вот маленечко справа так вмажу — это поехал кукухой, в принципе, да. Когда я договаривался с вами об интервью, вы написали «Вы платите? Я приеду не развлекаться, а работать». — Совершенно, абсолютно. — Я правильно понимаю, что на все эфиры вне своей радиостанции вы ходите за кэш? — Я иногда бываю очень заинтересован в эфире как личность, да? И мне тогда надо прийти. А бывает, что мне говорят «Давай-давай, что-то там выручай». Я говорю «Ребят, ребят, ребят, вы хотите, чтобы я просто попонтовался? Для чего я иду? Короче, я иду работать, я иду работать. Тогда иди сюда». Дудь, простите, Дудь, извините, Дудь. — Друз, да. — Дудь зарабатывает, с моей точки зрения, в месяц, я просто говорю, 10 миллионов рублей. По два с половиной, спокойно, остальное прячут. Значит, по два с половиной за эфир, включая контекстную рекламу, все остальное. По два с половиной человек имеет. И зовет меня пошалить. Говорит, «Сережда, тебе нехрена делать? Приходи, мы будем здесь сидеть ногой вот так делать». Зачем? Брат, «Брат, дай сотку». «Ну хорошо, дай шестьсот». «А почему нет?» «Ну почему нет?» «Вот что это за буржуазные штучки?» «Откуда это в вас?» — Во мне нет никак ничего буржуазного. Смотри, Сергей, мы не платим никому из наших гостей, и вы тоже пришли бесплатно. Почему? — Да, да. Я пришел бесплатно, но это так мы договорились, что я так скажу. На самом деле он дал мне котлеты. Все нормально. Нет, слушай, меня вызывают хозяева телевидения, когда-то давно. И говорят, «Сережда, я тебе буду платить столько». Я говорю, слушай меня сейчас. Ты делаешь на моем эфире сто тысяч долларов. Ну тогда, на телевидении. Я тебе половину отдаю. Спасибо. Не надо, не надо, не надо вот этой мелочевки. Я тебе отдаю половину. Но с той половиной, что осталось, дай мне половину. Животное. Дай мне двадцать пять тысяч. Ну что? Он на меня смотрит. Я говорю, так я тебе уже пятьдесят подарил с эфира. — И дал? — Дай мне двадцать пять, умножим на четыре, посмотрим. Но я с ними разговаривал, как с людьми бизнеса. Но Дудь — человек бизнеса. Он делает десятку на этих чертовых эфирах. Почему он не может дать мне поганую котлету? — Котлеты в итоге не получилось, если кто-то вдруг засомневался? — Спокойно, люди — тихо, все нормально. — Сколько платят на этом первоканальном шабаше, куда вы несколько раз ходили? — Я ходил, меня долго звали по Украине, но у нас же там условия, ну в смысле мы джентльмены, у нас условия, что я не говорю. — Я слышал про тридцатку за программу. — Моляю, я не пошевелю даже пальцем за тридцатку. — Вообще не пошевелю даже пальцем. — Вы живете в доме на набережной? — Да, сейчас в доме на набережной купил квартиру. Притом с этим… Прямо вот могу с Путиным разговаривать, это так ментально. — У вас прямо на мост выходит квартира? — Ага. Прямо на Кремль. — Это же бешеная лава. — Ну, как сказать. Люди приходят в несчастное состояние, вынуждены расставаться. Обеднение бывшей советской… бывшего советского Версаля. Они вынуждены за бесценок выползать оттуда. И так далее. Я не говорю, что они мне заплатили. Все-таки заплатил я. — Но миллионов тридцать вам пришлось отдать? — Нет, конечно, больше. — Больше? — Ну знаешь. — А почему именно «Дом на набережной»? Вам хотелось как-то прикоснуться к этому советскому эштейну? — Это очень просто. — Трифонов. — Я хотел купить чужое прошлое. Я когда-то давно в университете дружбонародов, когда учился и жил в общаге на Юго-Западной, я ходил к ребятам на Тверскую. То есть там Гашека, Тверска и вся эта хрень, да? И я заходил в эти подъезды, в которых пахло нассавшими котами. И в то же время в величественном прошлом, советским Версалем, каким-то империей. — Перила такой толщины. — Да. И я вот помню все эти темные коридоры, сраные, захламленные, прокуренные их прихожие. Все это ужасно. Москвичи живут ужасно, кстати. Вы знаете, они живут грязно и ужасно. И тем не менее… — Все или на всех сахтах домах? — Типичные москвичи с папой генералом НКВД, который соорудил для них квартиру на Тверской. Значит, москвичи живут ужасно. И в то же время вот это величественное дыхание декаданса, какого-то смерти. Я хотел украсить, потому что я мальчик гарнизонный. Я из гарнизонов. Я сам керченский хлопчик, который попал в гарнизоны, Тайтурка, какая-то Иркутская область, Хабаровский край. Понимаете? Я думал, черт, я как бы перепрошьюсь снизу, как бы перепрошью корень. Но это прикольно? — Это концепция. — Я думаю, это правильно. И я сделал это. Я мог купить в каком-то новом доме, только что построенном, лишь с фасадом старым. — Вы уточняли, кто до вас жил там? — Да, там рушились судьбы, там страшные люди какие-то. — Там люди, которые забирали в Воронок или которых забирали? — А вы знаете, мне повезло, потому что именно в этой квартире никого не забирали. Там жили какая-то семья бывших ученых, которых недострелили, в общем, недостреленные. И они там… А чем они там занимались, я спрашиваю? — Генетикой. Я говорю, да ладно, это же буржуазная наука. Ну так вот, в квартире… И там, значит, была квартира-лаборатория. Они жили сами в еще более понтовом подъезде. А это была квартира-лаборатория, потом их оттуда выгнали, они переехали в лабораторию, лабораторию закрыли. Это такая история, но без крови. Мне так нравится. — Когда вы в последний раз одалживали деньги? — Не одалживаю и никому не одалживаю. — Сами? — Вот это всех предупреждаю, всех предупреждаю. Бери у меня в долг, станешь врагом. Ненавижу, ненавижу. Сам никогда не брал в долг. Никогда и никогда не жил больше, чем на 50% заработанных. — Ух ты! — Никогда. — То есть вы очень классно складываете, да? — А я как хомяк. Я складываю, думаю преодолеть проклятие. Вот это вот «в поте лица своего» — один чувак сказал. Вот я думаю, нахрен бы оно надо. «В поте лица своего будешь зарабатывать», — сказал один чувак. — Да, а какая связь с тем, что у тебя половина остается? — А у меня половина остается, я думаю, как хомяк. Я думаю, вот выбрать меня с работы, и вот у меня половина остается. Так это на 30 лет следующие, например. Ну, например. «Осторожно». Лето заканчивается. Время переходить в рабочий режим и городской движ. Одни из лучших дней этого лета я провел на Ямале, где общался с местными оленеводами и видел, какой же эффективной может быть жизнь, даже если они имеют очень ограниченный доступ к техническому прогрессу. В больших городах этот доступ почти не ограничен. Важно только грамотно пользоваться всеми возможностями и покупать правильные гаджеты в правильном месте. Наушники JBL — один из девайсов, который может сделать жизнь в городе комфортней, а вас — продуктивней. В прошлом году в Германии составили список 50 самых шумных городов мира. В топ-3 попали Гуанчжоу, Дели и Каир. Самым шумным городом Европы оказался Стамбул на пятом месте, Москва и Питер на одиннадцатом и тринадцатом. Шумовое загрязнение — проблема более-менее всех наших городов. Классные наушники, которые убирают лишний шум — отличный способ не замечать эту проблему. Несколько важных цифр, которые нужно знать про эту красоту. Драйвер — 32 миллиметра с легендарным звучанием JBL Pure Bass. Время беспрерывной работы при использовании всех электронных примочек — 12 часов. Четыре цвета на выбор. Ну и главное — улучшенная эргономика и технология активного шумоподавления, благодаря которой можно не отвлекаться на окружающий шум и спокойно разговаривать по телефону или слушать аудиокнигу. О, старичок! Привет! Ссылка на промокод и скидку в одну тысячу рублей на любой из цветов в описании. Пользуйся возможностями, которые у тебя есть. Будь в деле! Вы согласны с определением, именно Доренко сделал Путина президентом? Нет, потому что народ... Вообще, сейчас без пошлостей, да? То есть я не пытаюсь выглядеть типа клевым, да? Но делает президентом человека только народ. А вот нашептать народу — наша задача. Нашептать или нагорлопанить? Нашептать. Нашептать. Ах, это... Нашептать. То есть девяносто девятый и две тысячный год — это шепот? Не знаю, почему я не знаю. Если уж так говорить, что существует... Я существовал некий образ отца, хорошего отца, доброго, мудрого, чуть-чуть воршливого, рассудительного отца Примакова. Так. И такого хорошего завхоза, четкого такого, Лужкова, да? Значит, и вот эти два образа были, они были сильными, очень сильными. Они делили власть. Значит, я просто вам скажу, что у Примакова было... Осенью девяносто девятого года у Примакова было 32 процента на президентский рейтинг, у Лужкова — 16, а у Путина — полтора. Одно целое пять десятых. Ну, понятно, да? — Да, все это помню. — Да-да-да, серьезно меньше, чем 32. А полтора — это серьезно меньше, чем 32. Значит, я подумал, что... Россия, которая вся оттраханная... Вот понимаешь? Вот Ельцин, он же такой мужлан был. Он мужлан такой, типа, «На-на, иди сюда, сука!» Вот такой вот, да? Вот Россия вся оттраханная всякими людьми, которые наматывали ей косу вот так на кулак и драли ее сзади, да? Вот эта Россия, она заслужила брата-солдата. Брат-солдат — это Путин. Брат-солдат, понимаешь, нет? Брат-солдат. — Я их понимаю, да. — Мы на «ты» или на «вы»? — На «вы», на «вы», на «вы», на «вы». Хорошо. — Я с вами на «вы», вы как хотите. — А давайте мы на «вы», я буду «вы», на «вы» тоже. Хорошо. И я, соответственно, вот эта оттраханная девка с косой на кулаке у чужого мужика, она хочет, чтобы приехал брат-солдат и не драл ее, а впрягся, чтобы братан пришел, братан-солдат пришел. И она… Понимаете, почему она делает? Вот эту фишку, понимали? И вот эту фишку надо было нашептать ей, суке. В хорошем смысле слова. Нашептать ей, суке. Что братан приедет, вступится за тебя. — А «сука» — это Россия? — В хорошем смысле слова. Значит, надо было ей сказать, приедет братан, реально решит вопросы. Реально. И впряжется за тебя. И вот так пожалуешься, и он прямо вот это. И все. — А вы придумали эту концепцию или вас попросили? — Я ее почувствовал, не знаю. Она… Понимаете? — Правильно я понимаю, что вы почувствовали после разговора с Борисом Березовским? — Нет, 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 нет. А я с ним не виделся почти. Я с ним в ту осень почти не виделся. То есть до этого вообще мы сильно дружили. — Телефон? — Сильно дружили. — Да. — Потом как бы чуточку рассоились. Он приехал. — Сережа, подъезжай к «Соколу». Его же уже травили в то время. Его уже травили его друзья и Абрамовичи. Все травили его, и семья. Сказали, что он сошел с ума. И пытались отжать у него собственность. Уже. Люди, которые думают, что его съели в 2000 году, глубоко ошибаются. Его уже отжимали. И вот он приезжает сюда, обрушившийся как снег на голову. — Сережа, к «Соколу», подъезжай к «Соколу». Я лечу на «Сокол», а он летит из Шереметьева на машинах на своих. У «Сокола» съезжаемся. Я прыгаю в его машину. И крик такой, Борин крик такой. — Сережа, всех оттрахаем! Ну, он матом, мы же не ругаемся. — Угу. — Всех оттрахаем, Сережа! Всех оттрахаем! И бьется просто, бьется, как «Сокола стекло», понимаешь? Я такой говорю, Боренька, можешь успокоиться? — Боренька, успокойся, пожалуйста. — Кого оттрахаем? Зачем оттрахаем? — Отрахаем всех! И все. Вот это у него одинский крик. Потом он бежит в Кремль, а меня охрана увозит назад к моей машине на «Сокол». Сейчас не помню, когда у меня «Ниссан Максима», что ли, была. А потом вторая сцена — это он лежит. — Придумай мне бабу! Придумай мне бабу! Первый — Путин, второй — Шойгу. «Придумай бабу! Баба третья в списке! Баба третья в списке! Придумай бабу!» Я говорю, ну давай, может, эту солдатскую матерь захреначим. А че мы это? Нормально будет? Я еду к нему. Он с гепатитом лежит в госпитале Вишневского на Новой Риге. Иду по коридору. У него генеральский люкс. Справа сидит Миша Леонтьев. Строчит, строчит что-то от руки. Строчит, строчит! Миша Леонтьев пишет программу партии Путина. Прямо вот здесь вот. На лавочке-то какой-то для рядового состава. Значит, забегаю. Игорь Шабдурасулов сидит в приемной — это бывший председатель Первого канала. Кричит, дайте нам хоть какое-то помещение для представителей единства. Какое-то помещение? Ну любое помещение! Они там просили любую комнату. Губернаторы все уже продались Примакову с Лужковым. Все. Так. Сто процентов. Нет, это важно, сто процентов. Да-да-да. И он говорит, типа, дайте хоть то место, где швабры около лифта хранятся. Вот это пусть наш сядет, представитель. Ну где швабры? Пусть он там среди швабр сядет. Ну кто-нибудь. Мы проиграли, мы уже проиграли. Боря, мы опять… Мы всех отрахаем, кричит он. Я говорю, капельницу поменять. Я говорю, ты что-то буянишь, у него гепатит. Он под капельницей. Мы всех отрахаем, скидывается в кровати. Я говорю, тебе капельницу поменять. Что с тобой? Я говорю, ты… Он, ты мне веришь? Я говорю, ни одному слову. Он говорит, единство. Я говорю, говно. Он говорит, поэтому я первохулитель. Это важно. Я первохулитель этой партии. Единая Россия. Однажды воздвигнет монумент первохулителю. Это буду я. Причем я буду со звуком, может быть, нажать кнопку. И Боря будет кричать, единство. Я буду кричать, полное говно. И он говорит, веришь в победу? Я говорю, не верю. Он говорит, тогда сиди на даче. Не хрен нос показывать. Мы пойдем в бой, говорит Боря. А я ему говорю, Боря, раз я не верю, а меня точно повесят в конце, то давай напоследок показакуем. Показакуем. Погуляем чуть-чуть. По тылам. Погуляем по тылам. Порежем гражданское население. Так, а показакуем что вы имели ввиду? Ну, я пойду на Первый канал. Я ж был уволен. Эй, эй, я не работал на Первом канале. Меня ж выгнали. Я ему говорю, Боря, напоследок показакуем. Повесят. Ну, мы так сладко показакуем напоследок. И все. Дальше он остается в этой больнице. И почти все время где-то в Кремле. И я его и не видел, если честно. Сергей. Да. Ну вот зачем… Нет. Супер история. Слушай, вот так угол. Вот такой угол. Вот столько бумаг. Стоило только объявиться, что ты против Лужкова, как вся Москва. Вся Москва. Ходоки к Ленину понесли мне какие-то бумаги про Лужкова. Вся Москва. Я сам удивлялся. Я понимаю. Сергей, смотрите. Почему вы отрицаете то, что Борис Березовский так или иначе был тем человеком, который направлял… Вы серьезно хотите мне сказать… Он бы не смог. Ну как не смог? Я слышал несколько ваших прослушек. Мы его вообще не называем эту публикацию. Это неправильно. А потому что «Московский комсомолец» такая дерьмовая газета. Нет, я понимаю, какая бы она ни была дерьмовая, общество же не прошло мимо нее, Сережа. Ага. В которых Борис Березовский звонит, Сергей Вдаренко… Надо сказать, что там во-первых склеено… Монтаж… Ой. Да. Ну подмонтированы неважно, не имеет значения. А… Ну подмонтированы реальные разговоры. Реальный разговор. Вам, одному из главных журналистов страны, звонит олигарх и открыто говорит, что делать. Профессор, хозяин моего канала. Так. Хозяин моего канала. Вам хозяин звонит в какое-то странное место, где вы работаете. У меня нет хозяина. Вам повезло. Когда у вас будет хозяин, он будет иногда звонить. Так вот. И этот же хозяин сказал, Сережа, есть три кандидата в президенты России. Это Примаков, это Лужков и это молодой… Полтора процента. Да. Полтора процента. Мы выбрали молодого. И он сказал, Доренко делает президентом Путина. Почему? Давайте просто это признаем и пойдем дальше говорить про дайвинг, про моцики… Давай про дайвинг. Про девчонок. Про дайвинг. Про дайвинг. Признайте это. Березовский делал так, чтобы вы делали Путина президентом. Говорил вам делать Путина президентом. Да, но я скорее ничего в плюс Путину не делал, как я пытался опустить этих кадров Примакова с Лужковым. Потому что с декабря подыдущего года, 98-го года, меня три раза, и это правда, три раза выгнали с Первого канала в декабре, в феврале и марте. Меня предупредили, что я должен бежать, и я бежал в Америку, потому что меня предупредили, что меня арестуют. Меня расследовали по налоговым преступлениям. Офицер Кормилицын в тогдашней налоговой полиции, такая говорящая фамилия. И только в мае, когда Примакову выгнали с премьеров, офицер Кормилицын вызвал меня, а я вернулся, кстати говоря, из-за границы. Под посадку. Мне сказали, что тебя посадят, я вернулся. И только в мае офицер Кормилицын говорит, Сергей Леонидович, вы знаете, а вам, наоборот, бюджет должен, потому что мы забыли, что у вас есть дети. То есть эта скотина шесть месяцев по приказу этих двух кадров меня расследовала. Значит, внимание, когда мне дали эфир, я хотел кровушки. Ой, хотел. Ребята заслужили. Ой, заслужили. Меня полгода таскали по допросам. Я хорошо попил кровушки. Хорошо. Погуляли, погуляли. Как я сказал, Боря? Показакуем. Показакуем. Залдостанов рассказал, что как-то в Кремле… Он прочитал «Трех мошкетеров». Залдостанов. Человек с… Он рассказал, что настучал вам по голове. Да, да. Значит, Залдостанов на самом деле прочитал «Трех мошкетеров». И решил, что он д'Артаньян. Я серьезно говорю, правда. Ну, у мальчика ведь позднее развитие. И он сейчас прочитал «Трех мошкетеров». Ну и все-все. На самом деле существует точка зрения, что Залдостанова подводят к Путину ФСОшники, что у него друзья в ФСО. Существует такая точка зрения. Залдостанов, конечно, безусловно, подставил своих друзей тем, что говорит, что он рубится с людьми в Кремле. То есть понятно, да? Там мошонку нельзя приколотить на Красной площади. Так только начинаешь приколачивать мошонку, тотчас образуется целый полк у ФСОшников. Так. А Залдостанов говорит, а я прямо в Кремле метелюсь. Это что он говорит? О чем он говорит? О том, что ФСО либо не контролирует Кремль, либо ФСО вместе с Залдостановым убивает людей. Хорошо, вы с ним встречались после того видео? Видео, в котором Сергей назвал «Начных волков» педиковатыми командчими и кастрированными котами. А байкеры-то до Саши-хирурга, до того, как он надумал продаваться, всегда были немытые, нечесанные, не очень устроенные по жизни, не то что кастрированные коты-хирурга. Значит, это видео 2012 года, мы виделись на разных приемах, мы были на инаугурации вместе. Но он вам звонил? Нет, мы были на инаугурации. Я не говорил, что искать не буду, но встречу… Нет, он никогда не звонил, нет. Но мы виделись последний раз на инаугурации сейчас, 7 мая. Вот сейчас, в Кремле. На инаугурации 7 мая он был в Георгиевском зале, и я был в Георгиевском зале. А что вы там делали? Я инаугурировал президента Российской Федерации. С вашего решения, да. А что? А что? Я не понял. С какими эмоциями вы до тебя шли? С эмоциями, что это прикольно. Ну, я рад. Если бы хирург предложил вам выйти раз на раз, как бы вы отреагировали? Никак. Я не знаю почему. А почему я должен с каждым ублюдками махаться? Я не понимаю, что за… Почему я должен с ублюдками махаться? А когда вы махались в последний раз? Ой, ну что, давно что-то я… Ну, я не махался. Я пару раз кого-то там поджопник дал, но нет. А по какому поводу? Ну, у меня режиссер на эфир пьяный пришел. Что, вы бы тоже дали, правильно? Нет. Я бы дал, но если он прямо на эфире был пьяный, потом скатился под стол. На выдаче в эфир прямо на… Это на ОРТ? Да. Ну, я там дал ему по жопе там. Ну так, не особенно. Угу. Ну, я не очень агрессивный человек. Сколько вы тратили эти деньги, которые заработали за ту предвыборную компанию? Сколько я их пытался получить? Давайте для начала. Сколько денег Березовский, как ваш начальник, отвалил вам за… Блистательную… Я сейчас без всякой иронии, без всякой иронии… Вы никогда… Блистательную политично-логическую работу. Вы никогда, никогда не получите хорошего предложения, если будете болтать про деньги. Деньги любят тишину. Спокуха. Ну, это миллионы долларов. Ну, не знаю… Я забыл, сколько нулей. Нули вот так ссыпаются у меня в глазах, как кубики. Слушай, никогда не говори про деньги. Деньги не любят болтунов. Честное слово. В настоящем времени — да. В прошлом. В прошлом? В прошлом. Я могу рассказать, сколько я когда-то там где-то заработал. Да. Прошлое. У денег прошлого есть еще. Это как-то нет. Скучновато. Скучновато. Зачем прошлые деньги? Их уже нет. Они уже исчезли. Знаешь, глупо. Вот глупо. Вот можно признаться про деньги? Корячишься, корячишься, корячишься. Зарабатываешь там сколько-то денег. Ну, не важно, кстати, миллион, десять, не важно. Значит, и думаешь, что обрел что-то. Вот можно я молодым ребятам, кто нас смотрит, скажу? Братцы, не верьте в это. Проходит 10-15 лет, миллион долларов покупает то, что 10-15 лет покупал полмиллиона. Понимаете, да? То есть эти деньги за счет развития, за счет появления новых стоимостей, за счет всего, за счет повышения цен, эти деньги тают. Поэтому, когда вы думаете, что вы срубили лимон, или десять, или сто, не знаю, какие у вас таланты, и вы думаете, что все. Нет, не все. Вот эта вся хрень начинает таять. Она тает, как вчерашний снег, прошлогодний. Вы говорили то, что, когда работали на федеральном канале, у вас яхта в Испании была. Это те времена? Я купил, когда меня преследовали, вот в 2001 году, когда я сидел под следствием, я купил, не глядя, в темную яхту. Просто купил все. Где? Какой побережье? В Эстепоне. Эстепона, Дукеса, Пуерто Дукеса. Это где Марбелья, это где Малага, вот эти места. И где Бандосы все. У меня не то, что была яхта, а это был Тунцелов. 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 Ну, только не бывает. Лови Тунца. Лови Тунца. Такая хрень с 860 лошадиных сил двумя движками, Вольво, Пента, я забирался наверх. Потом, уже в декабре, когда я сбежал из-под... Ну, в смысле, меня дали четыре года условно. В благодарность за то, что я сделал. Значит, мне дали четыре года условно. Я забирался на Флайбридж наверх и врубал эти два по 430 Вольво 860. И она начинала глиссировать, становилась вот так на жопу и летела. На винтах. Так хорошо. Гибралтар. Вообще просто супер. И слышите? Стая дельфинов. Одна справа, другая слева. Начинают с тобой нестись вместе, как чеканутые, и играть. Одно из самых вкусных впечатлений. Я слышал, что когда Путин стал президентом, первым делом он пригласил вас. Он, так или иначе, за то время, что вы делали его президентом, повышали его рейтинг, он стал вашим поклонником и пригласил к себе на разговор. Не для камер. Не для камер. Много раз. Мы встречались постоянно. Я слышал, что он предлагал вам работать на себя. Так это или нет? Я знаю, насколько Путин чувствителен к подобной передаче информации. Он абсолютно чувствителен. О встречах личных с Путиным и о всяких предложениях личных лучше не… Пока он в силе… Давайте подождем лет 30. Потом расскажу. Значит, нет, он правда очень чувствителен к подобной болтовне. Поэтому говорить об этом нельзя. Ну, я серьезно говорю. Другое дело, что был случай, когда я обманул, воспользовавшись встречей с Путиным, я обманул Волошина, главу администрации. Вот эта поездка в Ведяево, где погибла подводная лодка «Курск», был чистый мой обман. Чистый обман. Вам организовал все Волошин? Организовал… Нет, я выхожу от Путина и на пороге говорю ему, Владимир Ильич, кстати, еду в Ведяево. Кстати, еду в Ведяево. Он говорит, ну, давай. А че? Ну, он, слушай, ну, давай. Я выхожу, буквально вот в дверь, перехожу дверь, ну там двойная. Волошин. Ну как? Результат разговора. Я говорю, велено ехать в Ведяево. Я говорю, пожалуйста, организуйте. Понятно, да? Ну, то есть вы обманули словом «велено». Велено. Я ему сказал, велено ехать в Ведяево. Пожалуйста, организуйте. Там пограничники, там, значит, военные. Я говорю, и там эти самые. Кто там еще? Третья. ФСБшники, очевидно. ФСБшники. Я говорю, значит, я говорю, Александр Ставич, очень вас прошу, чтоб все вот эти три структуры стояли в кокошниках и меня ждали. Чтоб все стояли в кокошниках вот так с хлебом. Солью. Завтра вылетаю в Ведяево. А у меня была возможность брать частный самолет. Ну, там Ту-134 какой-нибудь. Ну, в смысле небольшой, а Ту-134. Ну вот. Частный самолет для журналистской командировки. А почему нет? Ну, первый канал богатый. Я говорил, так, самолет. Быстрый самолет. Они мне давали самолет. Ну, а в Чечню как я летал? Я в Чечню все время летал. — Чечня — это особый объект все-таки. — Так мне давали постоянно. Мне даже и Ту-154 давали просто. — Курск. — Курск. — Позавчера я еще раз пересмотрел программу, после которой вас погнали с Первого канала. — Навсегда, кстати. — Я должен сказать, что это очень сильно. — Несомненно, министр обороны говорил неправду. Владимир Путин знает об этом в тот момент, когда оправдывается за своего министра. Потому что если у военных было все, то почему они не сделали ничего? — То есть как журналистская работа — это очень круто. И бараки, в которых живут подводники. И количество и качество спикеров. И, в общем, уровень ликбеза. И, самое главное, смелость, которая позволяет себе по отношению к Путину. Почему вы… Для начала, это последняя программа. Вы никогда больше не были автором или ведущим на федеральном телевидении после этого. — Никогда, да. — Когда вы опубликовали эту программу, вы же понимали, чем закончилось? — Точно. — Ночью было 39,5. Вот когда после того, как я задоволен… — Температура тела? — Да, да, температура тела. — А у меня так бывает. — Потому что страшно? — А? Сильно волновался. Вот от того, что я вот с лячиной говорился вдовой командира Курска, значит, меня колбасило. У меня было 39,5. Мне принесли какой-то советский аспирин. Вот такой вот блистер бумажный, значит, только он был бумажный блистер. И я жрал одну за одной аспирин. Ребята пошли пить, ну, выпивать водку там, ну, с командованием. Значит, ну, оператор там все пошли пить. И мне такие, ну, Серег, присоединяйся. А у меня 39,5, жру аспирин. И когда температуру сбил, я был в состоянии такой, знаешь, ну, как бы столбняка. Вот я столбняка, знаешь, нет, вот с таким, с таким состоянием идут под танки. Ну, то есть это столбняк полный. То есть я такой вот был, я как бы был как зомби. И то есть я решил, да или да. Да или да. Будь что будет. — Вы решили? — Я выгонял, я знал, что выгонят. Но я решил, да или да. Точка. — Знали или все-таки думали, что крыша, крыша Березовского делает вас неуязвимым? — А вы что смеетесь? Березовский же был в изгнании в это время. — Уже? — Березовский был в изгнании. — С весны? — Ну, с июня, когда он начал в «Коммерсанте» писать письма «Володя, привет». — Хорошо. Чувствовали вы себя бессмертным, учитывая, ну, все атрибуты главной медиа-звезды? И частный самолет, и влияние на процессы. И то, что полтора превращается в 50. Сколько там выиграл Путин? Со сколькими процентами выборов? — Ну, 50, он выше 50 взял, но заходил на выборы уже у него было как раз с около 40. — Поехали ли вы к тому моменту кукухой? — Я сказал, что, может быть, и да. Я бы сказал, что да. То есть у меня было состояние… У меня было такое, знаешь, бывает. Вот, допустим, да, ты совершил нехорошее дело. Вот я думаю. Вот дуть. Сделал. Ну, парень неплохой. Наверное. Она сделала подлость. Ну, нехорошую штуку сделала. Вот я сейчас подойду и вот маленечко с правой так… Ну, может быть, не совсем на убой, не в висок, ничего. — Да, в скол. — Ага, да, абсолютно. И я вот вмажу. Вот после этого будем жить нормально? Окей. А если нет — разосрались? Окей. Понимаешь, да? То есть я сказал, это будет мой удар с правой за Ведяева. А, значит, там посмотрим. Если после этого будем жить… Да, это поехал кукухой, в принципе, да. То есть я забылся. Забылся. — Как Константин Эрнст объявил вам об увольнении? — Вот к Эрнсту вообще никаких претензий. Он просто сказал «nothing personal мне». Серёжа, «nothing personal». Довел до двери и там шепнул, имея в виду, что всюду пишут. «Nothing personal». — I said no problem. — Почему? — No problem, Константин. — Почему не выгнали Эрнста? На нём же ответственность, он начальник. — Нет, Эрнст никогда за меня не отвечал. Я был зам Генерального директора, я был зам Кости Эрнста, которому вменялось в обязанности отвечать за меня самого. Я был его зам, который курировал меня. Эрнст за меня никогда не отвечал. Но я напрямую ходил к… Я напрямую ходил к Путину. — Мы что, сбежали из краеведческого музея? — Нет. — Нахрена вся эта срань? Вот именно вопрос. — Срань — это… — Нахрена вся эта срань. — Программа про Курск — это просто в учебнике по истории журналистики. Сергей, ещё раз. — Да? — Я пришёл сюда не мочить из «Терминатора», я пришёл к человеку… — Мы занимаемся краеведческим музеем. — Человеку, который когда-то делал профессию, которую я мечтаю когда-нибудь освоить, делал на запредельном уровне, правда работая на Березовского. — И что? А кто лучше Березовского? — И кто? — А лучше Березовского существует начальник? — Березовский? — Лучший начальник? — Березовский человек, который превратил… Один из тех людей, который превратил Россию в олигар… — Боже, как заслон на вас! — Подождите! — У вас между ушами сидит Березовский. Там, в черепе. Успокойтесь, устраните его из черепа. — Сергей! — Умоляю! — По-вашему, Березовский красавчик. Лучший начальник всех времен и народов. Лучший. Объясняю, объясняю. Каждый раз после эфира звонил Боря, когда я вел это самое… Еще тогда телефоны были 974, вот эти ноки с отбрасывающейся хренью. Звонил Боря. Я вел этот самый Паджеро-4 или Паджеро-3, значит, к себе домой. И он взахлеб пересказывал мне мою программу. Старик, вообще таких начальников нет. Старик, а вот этот параграф? И он наизусть, наизусть… — Кто лучше, Путин или Березовский? — А что значит лучше? — Как начальник? — А Путин не бывает начальником. — Как? Он начальник? — Нет, Путин — это трон. Путин — это трон. Путин — это человек, который даст себе гранату и скажет, иди под танк. Это трон, это император. Это император небесный. Он отвечает за восход и закат. А Березовский — хороший приятель, не очень хороший друг, потому что он продавал меня несколько раз. А я его тоже. Значит, мы оба не очень хорошие друзья. Но мы оба прикольные чуваки, и нам нравилось быть вместе с Борей. Летать вместе на самолете, отдыхать, ходить на лодке куда-нибудь в Сан-Тропе. Нам нравилось это, а что-то плохого-то я не понимаю. — А как вы продавали Березовского? — Ну, почти как апостол Петр. Отвекался. А он-то меня продавал. Он просто говорил, Серёж, Ельцин сказал, что ты там, типа, достал. Слиняй быстро и всё. Я говорю, Боря, ну это же предательство. Он говорит, ну ты понимаешь, что мы сейчас в чувствительной ситуации, я тебе всё это закрою. — Это понятно. А как вы его? — Отрекаюсь. Вот перед такими сидишь и отрекаешься. А на самом деле он друг хороший. Боря — хороший друг. Хороший друг, настоящий друг. — Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. — Юлии Меньшовой. Вы рассказывали некоторое количество лет назад, вы расстались с своей боевой подругой, которая родила вам троих детей. — Да. — И Юлии Меньшовой вы рассказывали, это как-то мельком прошло, про лампочку, на которую смотрели три года. — Да. — Лёжа в кровати. — Вы реально три года думали на предмет того, расставаться или нет? — Знаете, происходит какое-то отупение. Я думаю, знаешь, мне кажется, в отношениях с мужчиной и женщиной, проблема главная заключается в том, что чтобы быть вместе, она должна под тебя подлаживаться. Ну, правда. Ну, правда. Дудь этого не знает. Вот у вас есть жена? — Да. — Вот она себя уминает под Дудя, вот под этого. И что происходит? Сначала она дерется первый год, ну, потому что ей нахрен не усрался этот Дудь с его амбициями, ей эгоизмом. «Принц сраный» и так далее. Правильно? Это первый год. Вот. Потом, значит, в следующее время она привыкает подлаживаться и помалкивать ради интересов семьи, особенно когда появляются дети. А после сорока, после сорока, женщина говорит себе, да пошел бы он в жопу торжественно, этот сраный принц. Вот после сорока это происходит. Как жене будет сорок, она перестанет играть лапочку, кисоньку, милую кошечку. — А если она до сих пор воюет? — Если воюет — нормально, это хорошо. Значит, она растянула первый этап, и все, не перейдет ко второму. Потом будет второй, а, наконец, потом третий. Вот первый этап… — Есть шанс там где-то к семидесяти третий этап? — Отодвинуть надо, да, надо отодвинуть. И вот на третьем этапе происходит некое ощущение, что тебя стали чуть меньше любить. И ты начинаешь горевать по этому поводу. — Так а лампочка была? — Лампочка была, нет-нет. — То есть вы прям как в кино смотрели? — Я три года решался, я три года был в столбнике, и затем стал женихаться. — Вы не боитесь, что сейчас у вас молодая цветущая жена? — Да. — Вы не боитесь, что через десять лет вы станете… — Через десять лет я стану на десять больше. — Нет, а вы через десять лет, в общем-то, перестанете, перестанете быть интересной женщиной, и вам рога начнут наставлять. — Я умоляю. — Зов природы. — Я через десять лет все еще буду женишком, а она через десять лет будет на десять лет старше. Чего бы я стал бояться? Я буду женишок хоть куда. Вы меня видите в последние дни? Впитывайте внимательно, товарищи, впитывайте внимательно мою эстатуру. Вот все это, да? Потому что через два месяца вы меня не узнаете. Я, наверное, сбросить двадцать килограммов. А через десять лет, через десять лет я буду женишком. А женщина через десять лет, ну, как вам сказать, она будет просто старше. — Вы когда-нибудь боялись импотенции? — Я думал об этом, когда Ширвинд сказал гениальную фразу. Старший Ширвинд сказал гениальную фразу. С тех пор, как я продал дачу и стал импотентом, сказал Ширвинд, я понял, что жизнь прекрасна. То есть как бы две обузы, бабы и дача — это самое страшное. Я не знаю, Ширвинд же когда? Ему уже за восемьдесят? — Он очень взрослый. — Да, он взрослый дядечка. Вот. Ну, я пока вот не вижу этого горизонта. Ну, как увижу, начну, наверное, бояться, а потом радоваться, как Ширвинд. Тот самый невероятный выпуск программы «Прокурск» заканчивается следующей репликой. Главный вывод — власть не уважает нас всех, поэтому лжет. И главная власть обращается с нами так только и исключительно потому, что мы это позволяем. Всего вам доброго. — И всегда будем позволять. Мы такая страна. Мы дети. Мы всегда будем это позволять. Мы дети. Здесь нет общества. Это феодальная страна. — Это что такое? Ген инфантилизма или что? — Давай, я расскажу свою теорию. Дети — все нации. Все нации. Ну, значит, там, условно говоря, евреям 13 лет. Значит, каким-нибудь американцам — 12 лет. Или 11, да? Нет, не 11. Нет, они выбирали Шварценеггера губернатором Калифорнии, так что им тоже 9 где-нибудь. Русским — 7-8. Каким-нибудь венесуэльским — 4 года. Венесуэльцам, да? — Немцам. Немцам больше, конечно, ну 9-10, наверное, надо сказать. Но они младше евреев, тем не менее. — Самые старшие евреи. — Самые старшие евреи. — Самые старшие евреи, может быть, китайцы, но надо думать, потому что китайцы все разные. У них элита. У них элита, им уже 15-16 элите. А все остальные — ничего. Значит, все нации — дети, да? И вот русские — это геройские дети. Геройские дети. Спасибо. Но если их оставить одних с ножницами и спичками, они сожгут к чертовой матери хату. Ну, просто сожгут. А если их, геройских детей, накормить правильно, там, яичницу, картошечку и все, компотик правильный дать и послать с гранатами патанка, они пойдут с гранатами патанка. Это геройские дети. Русские. Русские уникальны чувством справедливости. У них абсолютное чувство правды, поиска правды и поиска геройства и детства. Но они никогда не были гражданским обществом. Они никогда не имели возрождения. Они никогда не имели уважения к собственности или к индивидуальной судьбе, к индивидуальному человеку. Вообще ноль. Ноль. Это дети. 7-8 лет. Когда поймешь, становится легко с ними, приятно, и начинаешь их любить. А как не любить детей? Вы когда развелись, у вас не очень отношения были с дочерьми. Какие эти отношения сейчас? Я откровенно живу с женщиной, не с детьми. То есть я думаю, что женщине присущи дети. Вы знаете эту историю про антропологов в Индонезии? Нет. Была такая история, которая вам безусловно понравится. Антропологи прибыли, причем это чуть ли не в 30-е годы прошлого века. Антропологи прибыли на какие-то острова индонезийские. И начали мастурбировать? Нет. И начали изучать. И они начали говорить со старейшинами, с мужчинами, откуда берутся дети. И то племя, о котором они были, оно никогда прежде не знало европейцев. Они сказали, что дети — это естественное отправление женщины. Ну, то есть, внимание, из женщины то течет что-то, то вываливаются дети. Это как бы, ну, просто ее природа. Что то течет, то вываливаются дети. Антропологи говорят, а вы не связываете это с сексом? С сексом. Есть какая-то связь с сексом или нет? А старейшины говорят, никакой связи. Никакой связи. Потому что мы трахаем только самых красивых. А рожают все. Таким образом. Таким образом, сказали старейшины. Никакой связи между сексом и рождением детей не существует. Потому что, ну, спим-то с красивыми. С самыми красивыми. А рожают-то все. Поэтому, ну вот. Поэтому я вот живу примерно так, я живу с женщиной. А дети, естественно, отправление, они иногда из нее сыпятся как-то. Но это, ну вот, в общем, меня не очень заботит. Я не чудолюбив. А вы чудолюбивы? Конечно. А я нет. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Как вы относитесь к Путину в 2018? Никак не отношусь. Он есть. Он есть. Он вам симпатичен, он вам неприятен. Нельзя так. Надо относиться как к функции. Функции. Как он исполняет свою функцию? Он исполняет ее оптимально для большинства детей в этой стране. А для вас? Мое дело заткнуть мой паршивый язык в мою задницу. И приспокойненько восхищаться детьми. Я уважаю выбор своего народа. Точка. А почему засунуть язык в задницу? Ну, потому что я не должен идти против народа. Зачем мне это? Народ дышит этим. Народ счастлив от этого. Зачем я буду стоять и... А они скажут, что это? У тебя, может, болит? Может, ты съел ничего? Что-то не то? Нет, так воевать с народом-то не надо, но высказываться почему? Кто запрещает высказываться? Народ, кроме того, что он ребенок... Вот еще один секрет. Народ, кроме того, что он ребенок, он женщина. Ой. Да, обязательно. Все исследователи говорят о том, что толпа женщина. Руководить народом и руководить толпой — это все равно, что руководить женщиной. Женщина как очень злые кони, пел Высоцкий. Да? Как очень злые кони. И вот женщиной как можно руководить? Ей нельзя сказать, чего она не хочет. Ей надо нашептать, чего она хочет. Например, есть две недели, в которые ты должен ей шептать, что я окружу тебя теплом и заботой, ты будешь ходить в маленьких, аккуратных таких вот шерстяных штучках таких, ты будешь сидеть в кресле, и я тебя окружу, и все будет вокруг теплое, и будет пахнуть в хорошем кофе. Вот это две недели ты говоришь, да? А потом ты ей говоришь — «Я излюблю тебя до смерти, сука!» Это вторые две недели. Понятно, да? Но оба раза излюблю... Нет, лучше шептать — «Я излюблю тебя до смерти, сука!» Вот так. Понятно, да? То есть женщину ей нельзя сказать то, чего она не хочет. Женщина — это смутное такое болото чувств, которое надо нашептать, чего она хочет, и она скажет «да». Понимаешь? Так же с народом, так же с народом. Мне показалось, что это самое красивое оправдание собственного страха. Нет. И боязнь потерять жизнь в доме на набережной. Нет. Женщина — и толпа. Ими нельзя управлять, им нельзя говорить то, чего они не хотят. Понятно, да? Если ты приходишь и такой — «Давай поедем на велосипеде!» Ну ты идиот. Надо ее... Сначала женщину надо понять, вот как у нее феромон такой. И тогда... «Я излюблю тебя до смерти, сука!» Вот. Понятно, да? Или, милая, сварить кофе. Вот как-то так. Понимаешь? Надо зайти... Народ хочет этого. Точка. Не лезь поперек народу. Не вовремя. Сергей, ну это красиво, но это просто немножко марафитит трусость. Почему? Почему боитесь даже вы? Смотрите, Сергей, я сейчас не призываю к тому, чтобы вы меняли какие-то... Я не боюсь. Я хочу быть идиотом. Я не хочу выглядеть идиотом. Вы не должны идти против своего народа никогда. Никогда. Понимаете, в чем дело? Ну как бы... Это глупо. Если народ... Хорошо. Если народ решит... Народ решит, например, что все, мы теперь православное государство. Не, валятся дальше. Где у нас... Вот мы решаем. Валятся дальше, профессор. Валятся дальше. Сейчас в Перми будет освещение реки кровью быка. Валятся дальше. Православие уже пройденный этап. Мы валимся в пещеры. Вы тоже это поддержите? Конечно. Нет смысле. Я поддержу, я улыбнусь и скажу им «you're welcome» и все такое. Конечно, конечно. А нельзя перечить людям. Они хотят... Вадим, они валятся в кроличью нору. Нация валится в кроличью нору. И по пути кроличьей нори... Вот это впадение, они пытаются ухватиться за падающие предметы. Как то. Архаичные взгляды, ценности, скрепы и прочая хрень. Они только не понимают одно проще. Эти вещи тоже падают. И они падают... Они хватаются, например, за падающий стул, как Алиса. И думают, твою же мать, как хорошо, и садятся, и дальше падают уже на стуле. И думают, вот мы обрели стабильность, вот мы обрели скрепы. Где хрепы? Стул-то падает, идиоты. Но они этого не понимают. И не надо им этого рассказывать. Эти счастливые люди пусть посидят на падающем стуле. Сергей не ответил конкретно про то, как он относится к Путину. Для ТВ-17. Не хочу относиться — это функция. Не страшно. Поэтому сейчас появится одно из лучших видео, которое можно найти в интернете из 2004 года. Ну да. В день, когда мы победим и посадим Путина в железную клетку и провезем, чтобы показать его народу, одолжите нам кучму! Мы посадим его вместе с Путиным. И на этом видео на Майдане в оранжевом шарфе Сергей Доренко говорит, что когда-нибудь мы посадим Путина в клетку и провезем в этой клетке по Красной площади. Не по Красной, а от Владивостока до Калининграда, либо наоборот. Ну да, и вы попросили украинский народ, перед которым выступали, чтобы он вам одолжил кучму в тот момент. Да. И чё? Сердился. Можно объяснить? Я, между прочим, завалил президента России и поставил другого. И после этого мне устроили уголовный процесс. Четыре года условно по тяжкому преступлению, которое до сих пор есть. В смысле, я его снял, но это у меня всё равно в ВВД есть по какой-то статье и так далее. Это чё? Я немножко был сердитый, правда же? Вообще-то я хотел про… после этого поговорить. Но насколько я помню, от уголовки вас отмазал то ли Сечин, то ли Путин. И вы сами это говорили. Отмазывал Сечин, но при этом вы сами говорили то, что Сечин никогда бы этого не делал по своей воле. Он выполнял волю шефа. Давайте, давайте, давайте. Мы засиделись в краеведческом музее. Давайте про… Значит, я был на Майдане. Вместе на Майдане со мной был, кстати говоря, Дима Рогозин. Знаете Рогозин? Да. Большой человек сейчас. Большой человек. А я маленький. Значит, чё вы у Рогозина-то не спрашиваете? Чё он там на Майдане делал? Всё впереди. Внимание, спокойно, товарищ. Я был на Майдане, я был дико обижен на то, что эти чудесные люди опять… То есть получилось так, я дико был обижен на Лужкова с Примаковым, я завалил их нахрен. После чего я был дико обижен на другого человека, которого собирался посадить в железную клетку. Да, совершенно верно. Всё нормально сейчас. Когда? Железная клетка заржавела с тех пор, не надо вспоминать. Когда и как вам пришлось за эту фразу просить прощения? Никогда в жизни. Никогда в жизни. Да нет, нет, нами правят очень просвещённые люди. Вы просто не в курсе. Это же не чеченцы нами правят-то пока. Нет, нами правят питерские интеллигенты, юристы и лингвисты. Сечин, например, лингвист, романо-германская филология. Значит, Сергей Иванов был, вот так сказать, словист, лингвист тоже. То есть там нами правят лингвисты, в основном юристы из ЛГУ, из Ленинградского госуниверситета. Потому что нами правят интеллигентнейшая компания. Не надо на коленях извиняться, ни хрена ничего такого нет. Нет. Те самые лингвисты, которые телеканал «Дождь» опрос про блокадный Ленинград не прощают. Но это лингвисты все-таки. Слушай, когда придут другие, всплакнем по лингвистам. Правда. То есть вам не пришлось извиняться? Нет. Каким образом тогда вы получили возможность руководить радиостанциями в стране, где почти никаким медиа, и уж точно русской службы новостей и «Радио говорит Москва», нельзя руководить без миропомазания оттуда? Вы все знаете. Я знаю, как устроены медиа. Мистика. 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 Нет, нормально все еще. Сейчас нормально все. Нормально. Ну я объясню. Нормально. Вы встречались с Путиным после того выступления Майданя? Он абсолютно чувствителен к подобным разговорам. Абсолютно чувствителен. Нет. Я не буду говорить, о чем вы говорили. Нет, нельзя. Если ты не договорился о том, что факт встречи тоже палишь, нельзя палить. Путин абсолютно чувствителен. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. Я не видел это, разумеется, когда был подростком. По крайней мере я это не зафиксировал. Но когда я пересматривал годы спустя, вы делали интервью с Чубайсом внутри своей программы. Он к вам пришел и стал очень радостно книги выкладывать свои. И вы достали коробку из-под ксероксов. И он подумал, что кто-то слил. Что он принесет книги. Нет. Не важно, что он подумал. Точнее, не важно, как именно он отреагировал. Это же суперход. Это вы придумали или кто-то из ваших ребёнок? Это суперстёб был. У меня просто… Мы купили реально ксерокс в этот момент. Может быть месяца завтра. Так. И в этой коробке я складывал бумажки под выброс. Ну, как корзина для бумаг. И когда мне сказали, что приедет Чубайс, а это была инициатива руководства, сейчас не помню, Боря или кто-то, так сказать, там. И сейчас не помню. Надо интервью, Чубайс, кто-то просится и всё. Значит, я взял эту коробку, потому что она у меня просто под столом валялась. Я взял коробку. Но вы не планировали это в сценарии программы? Никогда в жизни. Но нет, нет, в смысле, я не знал, что он притащит. Я думаю, я думаю, слышишь, пусть будет. Они не пили, но у них с собой было. Ага. Я как кулачок, думаю, пусть будет коробка. Он достаёт книги, я говорю, о! И он рассердился. Он рассердился на своих, он понял, что кто-то слил, но это неправда. Чубайс — это неправда, никто не сливал, всё хорошо. Случайность абсолютно, гениальная случайность. Я задал этот вопрос Невзорову и очень хочу задать вам. И Невзоров — вы люди огромного таланта внутри той самой профессии, которую я мечтаю освоить. Да, 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 да. Но глядя на карьеру что Невзорова, что на вашу, мне возникает вопрос. Реально ли всю карьеру провести, блистая своим талантом и делая действительно журналистику, не работая на таких людей, как Борис Березовский? Что-то у вас, можно сказать? Да. У вас болезнь, у вас Березовский в голове сидит. Есть такая притча, ну подожди, ну правда. Есть такая притча про монахов, которые встретили девушку у ручья, наставник и молодой монах. И девушка попросила её перенести через ручей на руках. Угу. Ну, я не могу, бурлит, как в Сочи. Значит, наставник взял её на руки и перенёс через ручей и поставил на том... Всё, а мы идут в монастырь. У монастыря ученик спрашивает, молодой монах. Говорит, наставник, ну вы же сказали никогда не прикасаться к женщине. Ну я же видел, как вы таскали женщину только что на руках. Наставник, я оставил женщину там, на той стороне ручья, а ты до сих пор несёшь её. Вот, господин Дудь, Березовский вас угнетает. Он вас трахает, он вас, не меня. Березовский был... Меня угнетает то, что человек, одарённый талантом, которого зовут Эс Даренко, которого я хотел бы... Смотрите, знаете, как люди со знамёнами Егора Летова... Здравствуйте, Борис, привет, Борис. Люди со знамёнами Егора Летова ходят, те, которые музыку начинают писать. Они говорят, вот это кумир. Я бы хотел со знаменем Даренко ходить и говорить, вот этот человек разносил так разносил. Спокойно говорю вам... Спокойно говорю вам, что это мой хороший друг Борис. Подождите, но как я могу это делать, когда в какой-то момент Эс Даренко, которого я так хотел бы на своё знамя выгрузить, он продался. В каком смысле продался? И стал работать на интересы Березовского. Был хоть один человек на Первом канале, который не получал деньги у Березовского. Хоть один человек на Первом канале. Вы про зарплату сейчас говорите. Меня не интересуют, во-первых, другие люди, меня интересует и вы. Все на Первом канале получают зарплату у Березовского. Все получают зарплату у Березовского. Но они меня не интересуют. Чего? Вы на работе получаете зарплату, так это вы получаете зарплату, и дальше что? И выполняет требования информационные Березовского. Мочим Примакова-Лужкова. А почему меня позвали в эту операцию? Потому что меня перед этим шесть месяцев допрашивали. Меня позвали, он мог меня не позвать. Боря мог меня не позвать. Боря сказал, пошли, вот твои супчики. Они шесть месяцев тебя допрашивали. Шесть месяцев меня допрашивали. И Боря позвал поэтому меня. А когда я сказал, не хочу, я сказал, мы проиграем. Он сказал, сиди на даче. Вот. Почему он позвал меня? Потому что он знал, что я хлык наточен. Потому и позвал. Он знал, что я сын военного и что я хочу войны. И он поэтому позвал. Я был на площади Минутка первым гражданским человеком, который туда вошел вместе с БТРами и с генералом Булгаковым. Я был первым гражданским. Поэтому Боря меня прозвал. Поэтому я брал частные самолеты. Поэтому я из Моздока постоянно летал на ханкалу на вертолетах. Потому что я сын военного. И я хотел войны. Я хотел смерти сепаратистам. И я хотел утопить Лужкова с Примаковым. Поэтому он позвал. Он позвал меня не случайного человека. Он позвал человека, который, а, хотел войны, а значит, Путина, и, б, хотел утопить Лужкова с Примаковым по личным причинам. То есть вы делали это по убеждениям, а не за бабло? Я умоляю. Конечно, я бы делал. Я бы сам заплатил. Чтобы утопить этих… Не хочется ругаться. Чтобы утопить людей, которые меня шесть месяцев под опросом таскали? Да я бы сам заплатил. Боря не понимал этого. Но я бы сам заплатил. Вы работали переводчиком в Анголе. Да. Самая опасная ситуация, в которую вы попадали? Первый день, когда ты боишься всего, это самое опасное. Потом тебе насрать просто. Понимаешь, вот это очень важное качество человека. Когда насрать? Первый день. А, нет, когда тебе страшно. Когда ты приезжаешь. Первую ночь, первую ночь. Я не мог заснуть, потому что у меня под окном стреляли из калаша. И я, значит, думаю… Нет, а потом я думаю, а если они кинут гранату? А если они… Нет, потом думаю, ладно. И я стал передвигать кровать. С перепугу. К стеночке. К стеночке. Думаю, хорошо, а если рикошет? Пуля зайдет так-так, окно открыто. У меня не было еще кондера первой ночи. Значит… А если рикошет? А если то? И потом я придвинул прямо к кровати, чтобы рикошет прошел надо мной. Потому что чувак резвился по полной. Тра-та-та, лупил рожок за рожком. Значит… И последняя мысль такая. А если кинут гранату? Она прилетит прямо ко мне. Да и хер с ней. И я заснул. А это первая ночь. Ты боишься. Вторая, третья, четвертый месяц, пятый месяц. Ты просто высовываешься и орешь там. Ведом! Ной! Калматы! И что? Кидаешь мусор в него. Он стреляет из автомата, а ты кидаешь в него мусор. Пакет с мусором. Угу. Вот. Это уже четвертый месяц. Пятый месяц, значит, уже на крупнокалиберный то же самое. То есть вообще страха нет? А ну они совестливые люди. Они понимают, что они не дают людям спать. Угу. И ты совестливым людям начинаешь кидать в крышу. Еще я помню, в крышу мы кидали. Какой-нибудь огрызок, какой-нибудь мерзкий, в какую-нибудь консервную банку. В крышу. У них оцинкованные крыши. Угу. А машина это или что это? Из окна своего. Ну тебе не дают спать. А крыша, крыша чего у них? А крыша бараков. У них такие, ну вот, бараки. И ты уже переставишь, понимаете? И потом чувак приезжает, твой друг, и говорит, сориная, мне сегодня повезло, налей водки. Ноги оторвало другому, не мне. Но он прошел над миной. Ну поднял мину, да? А если идти на скорости, скажем, 80 двумя джипами, прямо вплотную, то первый поднимает мину, а ноги отрывает второму. Ну, потому что там есть момент срабатывания, понятно, да? И чувак приезжает такой, Серега, водки, водки, водки. Я говорю, что такое? Я поднял вину, а ноги оторвало другому. И я говорю, давай бахнем. Значит, правда прикольно. Скажи хорошо. Значит, нет. Вот это уже какое-то веселье появляется, какая-то радость какая-то в жизни, правильно? Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Кто в сегодняшней русской журналистике для вас… Кого из сегодняшней русской журналистики вы считаете красавцем? Ну, дуть. Дуть красавец абсолютно. Не-не-не-не. Волосы он так делает. Нет. Кроме дудя. Ну все, нет. Должен быть один царь. Дуть царь. Дуть наш царь, а мы на коленях. Венедиктов. Мощный. Очень мощный. Очень интересный человек. Познер. Нет. Познер не информированный человек. Он никогда не работал в новостях. Дело в том, что, понимаете ли, в чем дело? Я вырос в авиационных гарнизонах, и в журналистике для меня новостники как летчики. Все остальные это там, у Параши. Это сапоги. Все остальные сапоги. Неинтересно. Я ценю только новостников. Венедиктов наш. Да, наш. А не новостники — это портянки. Мы признаем, что они уважаемые люди, но нам противно быть рядом с ними. У вас на канале есть ролик «Липкий Познер». Познер, не надо имитировать, что ты не один из них. От вас, дурадумай, запах один и тот же. Где вы говорите, что он, цитата, «всегда искал тепленького местечка». Он же пропагандировал… Я в курсе его истории. Объясните в паре предложений, чем вы отличаетесь от Познера в этом смысле? Ничем. Я никогда не искал. Я терял работу раз в год. В отличие от Познера. Меня выгоняют все время. С огромным удивлением меня не выгоняют вот уже сейчас четыре года. Меня последний раз выгнали в тринадцатом году. Пять лет. Но я с огромным удивлением за этим наблюдаю. Вообще-то меня выгоняли всегда раз в год. Соловьев. Что Соловьев-то? Как человек из журналистики. Он красавец? Я не видел его ни разу. То есть я… Владимира Соловьева? Да. Не видели? Никогда. Я не смотрел телевизор вообще. Вы про него говорили, что это человек с комплексом неполноценности. Однажды он позвал меня пить чай. Но это записывалось. То есть для какой-то программы. Вот так же сидели, только столик был. И он после съемки… Какая-то передача, что-то такое. И он после съемки вот так чуть ли не на кулаки встает через стол. И говорит мне, «Но ты понял, что я настоящий телекиллер, а не ты?» «Ты понял, что я настоящий телекиллер, а не ты?» Я говорю, «Володь, что ты несешь?» Я говорю, «Ты кто хочешь?» Но я-то никогда не был телекиллером в своей жизни. Я ироник, я саркастик, но я не понимаю, что ты сейчас говоришь. Я не телекиллер никакой. Слово «телекиллер» придумал Черкизов, известный комментатор и такой декларированный тоже борец за права геев, Сэха Москвы. Он помер потом. А Соловьев? Соловьев говорит, «Я телекиллер, я телекиллер». Я говорю, «Володь, я тебя умоляю». Я никогда не был телекиллером. Другое дело, что от боли люди меня обзывали. От боли. Ну, когда я их драл. Ну, они придумали какие-то мне слова обидные. Но я никогда не был телекиллером. Я ироник, я просто смеюсь. Я просто смеюсь. Я люблю смеяться, люблю улыбаться. Я хохол. И от этого во мне много иронии и даже сарказма. На вроде Дудя? Мне далеко до вас, Сергей. Пару десятилетий. Я правильно понял, что ролик про Африку вы записывали, сидя прямо на толчке? Ну и что? А чем плохой толчок? У меня дети орали в квартире. Дети орут. А где мне акустик? Я не говорю, что плохо. Я просто спрашиваю. В моем представителе это вообще идеальное место. Абсолютно. Вот это кабинет задумчивости — это абсолютно идеальное место. Почему? Потому что оно закрыто. Там неплохая, на самом деле, немножко есть реверберация, но неплохая акустика. Это правда. И ты чувствуешь себя охренительно там. А у вас был или остается вот этот культ, к счастью, моего далекого прошлого, когда у многих рядом с унитазом есть книжный столик для чтения? Нет, нет. У нас же теперь смартфоны для чтения. Вы читаете на Тубзике? Конечно. Говорят, вредно для… Ну, может оно и вредно, но я не советую. То есть с анусом нет. Угу. Мы не советуемся с ним. Я думаю, что если бы я спросил свой анус, он бы что-то сказал, конечно. Но я ни разу не спросил. «Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий» 2001 год и та самая авария, которую вы вспоминали сегодня несколько… Вы несколько раз это вспоминали. Да. Люди даже не понимают, о чем речь. Для начала, вот восстановите, как это произошло. Вы ехали на моцике и неожиданно попали… Нет, ну нет, ну неприятность. Я ехал на моцике, а я не должен был ехать на моцике. Вообще глупость. Мне ребята говорят, пойдем пиво пить. Значит, мне говорят, пойдем пиво пить, ребята. Там, сказать, в клубе четыре на четыре внизу, в Крилатском. Пойдем пиво пить. Я говорю… Пойдем смотреть фильм про Амазонию и пить пиво. Я говорю, ребят, ну дайте мне кружочек один. Я поехал вниз туда, к реке, к каналу. Наоборот, к каналу. Значит, и там пьяная компания. И они стали кидать в меня пластиковые бутылки. Ну, не знаю, пять-шесть жеребцов пьют из полуторалитровых пластиковых пива. И потом пластиковую бутылку кидают, когда я проезжаю. Ну, там есть… Специально для кроссового мотоцикла был стадион такой. И я там с горок вот этих всех прыгаю. Очевидно, где гонки на выживание когда-то проходили. Ну, типа того. Значит… И вот они кидают эти бутылки. А я думаю, что-то это… Сейчас мне наваляют. Ну, у меня такое ощущение было, что наваляют. Я думаю, спросить их, что они кидают. Ну, их пятеро или шестеро. Знаешь, в чем дело? Ну, не очень удобно. Вот. Я думаю, поеду-ка я отсюда. К хренам. И поехал в гору. К своему несчастью. Лучше бы эти мне наваляли бы. Значит, я еду в гору. Добираюсь до конца горы. Вот этот хилл-клаймбинг такой… На мотоцикле кроссовом. Добираюсь до верху горы. Проезжаю аккуратно, как мне казалось. Уж простите. Ну… След от моего отманной подножки, после того, как я упал, был восемнадцать сантиметров. То есть, скорость понятна какая, да? Никакая. Восемнадцать сантиметров. Медленно. Ну, очень. Да. Я проезжаю медленно, аккуратно, чтобы не казалось. И вдруг… Убью твою мать! Мне кричат в спину. А в этом шлеме, в кроссовом, ты слышишь… Убью твою мать! Я делаю круг и возвращаюсь. Вот идиот. Я возвращаюсь. Типа… Типа… Чё? Чё за накат? А чё за наезд? А почему? А почему? А почему убью? Чё, с ним идёт мент в форме при том? Чувак идёт, мент в форме. Я такой возвращаюсь. Дальше помню только, что сижу, избивают. Вот здесь, значит, пробили… Они пробили шлем ногами. Два мента били меня. Два мента… А это Чувырла был 3.17 промилев крови, он не мог бить. Он его… Чувырла — это не Киев. Чувырла — это не Киев. Большой флотский начальник. Ну когда-то чувак 3.17 промилев крови, да. 3.17 промилев крови, как говорят врачи, с этим алкоголем человек не сохраняет вертикальное положение. Поэтому его и вели… Один мент вёл его под это, а второй мент шёл сзади. Почему уверен, что за этим Лужков стоит? Никто не стоит там… Никакого Лужкова. Он не мог знать, что я там поеду. Никакого Лужкова там не было. Нет, за тем, чтобы вкатить вам уголовку за это. Ах, нет. После того, как это случилось… Ну, мне говорил один товарищ, я не буду называть фамилию, что за то, чтобы подприсадить меня на неделю, на одну неделю, люди 10 лямов баксов отдали. Я знаю. Я знаю. Спасибо. Я спасибо. Я знаю. Они их просто свинтили 10 лямов. Они свинтили 10 лямов, сказали Лужкову, что они туда занесли. Конечно, свинтили. Я это понимаю. Но меня не подприсадили. Спасибо. Ой. Итак, вот это вещь, которую я прям совсем не понимаю. Расскажите. Да. Вы сами своими устами говорили, что я позвонил Игорю Сечину. Ну да. Чтобы меня обмазали. А с чего это вы вдруг вам звонили? Он ваш кореш? Он вас знакомый? Ну, вообще-то Игорь, конечно, вообще говоря, ведь он из той группы романа германской филологии… Мы же филологи. А. Он из той группы романа германской филологии, с которой я работал в Анголе. Значит, Игорек Барышников, Коля Конюшков — это ребята из его группы. Я их друг, значит, а Игорек Сечин — он их друг тоже. Они все из одной группы. Это все одна группа. Португальский язык. Поэтому… Ну что вы говорите? Конечно, у нас какие-то лингвистические связи были. А помогал он? Вы просто произнесли фразу, что не думая, что он делал бы это по своей воле, он делал бы команду… Он выполнял команду шефов Владимира Путина. Не знаю. Не знаю. Может быть, это были догадки. Да плевать, господи, вот он я, меня не посадили на неделю. Это главное. Хотели посадить на неделю, на одну неделю. Главное. Люди рвали. Да. Объясните мне, что это за государство и что это за страна, где… Вот это такое государство. Где вот на свободе ты или нет определяет не степень твоего поступка, а то вмажется за тебя Игорь Сечин или не вмажется? Профессор! Это такая страна и такое государство. И возлюбите эту таковость. Финальный вопрос перед Блицем. Не чувствуете ли вы своей вины за то, что государство такое? Чёртов дуть, ничего не говорит, только это чистый краеведческий музей, но это какой-то ужас. Не чувствуете ли вы своей вины за это? За что? За тысячелетнюю Россию! Я должен за тысячелетнюю Россию чувствовать вину! За Ивана Грозного я должен чувствовать вину! За Екатерину Великую я должен чувствовать вину! Вы что, с ума подсходили здесь все? Я что, должен чувствовать вину за отмену крепостного права в 1861 году? Варварскую, дикую, скотскую. За скотское отношение к народу я должен чувствовать вину через все века. Я что, больной на голову? Мы что, здесь говорим в дурки, что ли? Нахрена мне эта вина? Я кайфую. Я счастливый человек. И я люблю этот народ за его таковость. Какая страна вам нравилась больше? Вот та, лихая, с ксероксами, прослушками и всем остальным? Или нынешняя стабильная? Нынешняя мертвее, та была живее. Та могла… Та была потенцией, та была… Знаете, как бывает с растениями, когда они выкидывают первые два листика? Ты не знаешь, это дуб будет? Дуб или травинка? Вот эти два листика – пум! И может быть это дуб, а может быть баобаб, а может быть травинка. Все равно два листика. Вот та страна – это были выкинутые два листика. Она была полна жизни, и она много обещала. Нынешняя оказалась не дубом и не баобабом. Нет, оказалась чертополохом. Так, Блиц, я спрашиваю коротко. Вы отвечаете не обязательно коротко. Назовите одну страну и один город, в котором должен побывать каждый. Нью-Йорк, США. Город Нью-Йорк, а страна? США. Почему там? Клевая, там энергия, которой вы не ощутите нигде больше в мире. Вообще нигде. Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной? Если он костра, то она страшненькая. Да? Я правильно ответил? Но еще есть пальцы. Хотя бы один есть, я слышал. Пальцы остаются, так что вряд ли. Очень хорошо. Самый красивый язык на свете? Ну, я думаю, испанский. La lengua española es pura como el oro. Y sonora como la plata. Вот. Мне кажется, испанский язык. Если бы вы могли выбрать, в какой стране родиться, какую бы вы выбрали? Я бы родился в Африке, где-нибудь в Уганде. В Уганде. Я бы родился в Уганде. Там какая-то настоящая правда, какой-то наив настоящий. Люди из Уганды наивны, честны, хороши, а их девушки вытягивают малые половые губы. Да. В Уганде. В какой стране умереть? Если бы был выбор. Нигде не надо умирать. Такая пада, такая грязь. Фу. Умирать так стыдно. А где самые красивые девушки на свете? Ну, там, где ты провел вот уже три дня. В командировке. То есть понятно, да? То есть ты приезжаешь в любую страну мира. И через три дня… Нет. На завтра девушки очень ничего. Нет, сначала ты приезжаешь и думаешь, боже милостивый. На завтра ты говоришь, елочки ж с палочками, они ничего и многие ничего, гляньте. А на третий день ты говоришь, сплошь красавицы. Прямо вот сплошь красавицы. Так? Нет такого, нет? Есть. Вы сами тизернули этот вопрос в одном из своих утренних эфиров. Я не помню, это было до того, как мы с вами договорились или после. Вы все еще занимаетесь анонизмом? Никогда не занимался. Вот сейчас занимаюсь. Пришел к дудю — это форма анонизма, товарищи. Нет. Когда ты приходишь к дудю — это и есть дрочь в чистом виде. Ум или совесть? Ум, конечно. Ум, конечно. Потому что совесть — это когда ты дурак. Ну, потому что у тебя не в порядке что-то, и ты начинаешь совеститься. Плохо ли быть глупым? Плохо ли быть дураком в таком случае? Ну, дурак же этого не осознает. Дурак этого не осознает. Поэтому каждый человек не дурак. Правильно же? Для себя. В собственной оценке. А все вокруг дураки. Надо какую-то максимум вывести. Вот если бы я мог вывести какую-то максимум. Мне кажется, что чем больше вокруг собеседников, тем ты, наверное, умнее. Если умеешь даже разговаривать с ублюдками, то ты, наверное, умный человек. Нет? Я пытаюсь поймать это. Я пытаюсь поймать. На самом деле, я, наверное, идиот. У меня почти не с кем разговаривать, если честно. Ум или честь? А что честь? Вот можно вопрос дурацкий? Да. Я все-таки занимаюсь даосизмом, изучением даосизма до известной степени. Что честь? Честь — это когда ты не садился на бутылку. Знаешь, вот я скажу так. Укравшему джуанзы, джуанзы. Укравшему на рынке наперсток отрубят руку. Укравшему царство позволят создать династию. Так что надо красть? И надо ли красть? Не надо. А надо красть царство? Почему? Укравший царство создаст династию. Вы бы хотели? Нет, потому что я пересмешник, я смешливый. А для того, чтобы быть мессией, надо быть так, как будто у тебя кактус в жопе. Серьезно? Нет, серьезно говорю? Для того, чтобы быть мессией, надо чувствовать кактус в жопе. Ну, то есть не смеяться вообще. Никогда. Путин такой? Нет, Путин юморит. Путин юморит. Он смехается, мы же видим это. По-настоящему четкий мессия вообще не имеет чувства юмора. У кого из современных лидеров кактус в жопе? Ну, кто не шутит вообще? Надо вспомнить. Кто не шутит вообще? Кто не шутит вообще? Я не помню. На самом деле идеал политики, я говорил об этом уже, это срущий кот. Идеал политика. Вот серьезно говорю. У кого есть кошки, знает об этом сейчас. Слушайте меня. Посмотрите на срущего кота. Срущий кот делает такое лицо, как будто он сенатор или президент или глава объединенных наций. Правда. И вот это лицо, товарищи, кто хочет дерзать в политике? Присмотритесь к срущему коту и сделайте вот ровно эти глаза. Понятно? То есть надо сделать такие глаза. А женщина-политик, она не должна быть такой. Она должна делать глаза, как будто она делает меня. И тогда тоже получится. Тут надо, товарищи, я научу, короче. Приходите ко мне, я курсы готов. Дудь все время зарабатывает, деньги мне не дает. Да, прошу вас. В чем смысл жизни? Абсолютно бессмысленная хрень. Полностью по приколу. Жизнь — это полностью бессмысленная хрень, чисто по приколу. Русский современник, которого вы уважаете больше всего. Уважаю. Я мизантроп, социофоб, никого не уважаю. Я люблю двух человек по-дружески. Вот, ну вот прям вот хорошо у меня с ними. Значит, Бронислав Виногродский, такой китаист, есть. И Павел Лунгин, кинематографист и режиссер. Но он философ. Павел Лунгин. Понимаете, почему я сейчас говорю? Он абсолютно высочайшего класса философ современности. Гуманитарный мыслитель и знаток Джуанзы. И вот когда вы говорите о Джуанзы, вы должны окружить себя Павлом Лунгиным и Брониславом Виногродским. Все остальные в топку. Все остальные дерьма стоят. Все. Я должен сказать, что 146 миллионов идут в топку, а я оставляю двух друзей, все остальные... Нет, женщины тоже. Оказавшись перед Владимиром Путиным сейчас, что вы ему скажете? Привет. Скажу привет. А он скажет, почему я толстый. Он всегда так говорит. Правда. Я скажу, нет, я скажу. Можно сказать последнюю фразу, которую я ему говорил? Я ему скажу, последняя фраза. Он мне говорит, ну вот может, он мне говорит, что ты себя так распускаешь? Он вот так гладит меня по животу, говорит, что ты себя так... Прям гладит? Ага. Он вот так похлопает, говорит, что ты себя так распустил-то? Сереж, ну что ты себя так распустил? А я ему говорю, Владимир Владимирович, ну я так, Владимир Владимирович, он серьезно, хоть у нас разница не очень, но я говорю, Владимир Владимирович, а вы что делаете, чтобы не толстеть-то? Не жрете, говорю, что вы делаете-то? Не ужинаете, что вы делаете-то? Он говорит, ничего себе, не ужинаю, а ужинаю. Он говорит, чисто на спорте, вот чисто на спорте. Я говорю, я не знаю, на спорте, мне кажется, после 30 лет не катит. Это на спорте можно... Ну, если мы вот... Главным образом я отношусь к нему как к фитнес-тренеру, а он ко мне как к заблудшему ученику, который себя распустил. Конкурс! Что вы принесли? Маечку. У меня маечек штук 200, а это один раз надеванное. Вот здесь вот есть подтверждение тому, она вот здесь смятая. На Настю Явлееву похоже чем-то. А? Дай? Да. Думаю, не Мерлин Монроли, а это? Может быть. Я бы не стал исключать. Ну татух слишком много для Мерлин. Не, ну она такая же, она же... Современная. Конечно, конечно, наша. Так, конкурс, друзья. Вот эта футболка... Да. Я бы мечтал, чтобы вы принесли что-то из своей коллекции, которая хранится в доме на набережной. Вот эта футболка достанется тому, кто... Даст Дудю денег. Нет-нет-нет, нам не нужно. Мы же не в 99-м, не в 2000-м на Первом канале. Телекиллер — это ваше прозвище было давнее, которое... в Кировеческом музее. Сколько раз я слово «телекиллер» произнес? Ужасно, ужасно. Ни разу. Я ни разу его не принес. Ну хорошо, поехали. А произнесу сейчас. Друзья, это архаичное прозвище, которое просто неприлично в обществе Сергея Доренко вспоминать. Давайте придумаем ему новое. Классное, ироничное, веселое прозвище, исходя из его пылкого нрава в 2018-м году. И вот за самое классное прозвище мы вручим эту футболку. Сергей, спасибо большое. Что, опять он меня выгоняет? Что это? И... Велик я катаюсь. Я катаюсь, потому что, ну, прикалывают просто все. Вы приехали из дома на велике? Да-да, я так и езжу. Ну, вот весь август, по крайней мере, и конец июля, а езжу на велике. Что, нормально, мне кажется? А нет, а на нем... Ну, просто это же прям спортивный. В джинсах это нормально? А где-то он? Где? Какой спортивный нафиг? Смеешься, что ли? Нет, он абсолютно... Ну что, ну где он спортивный? Где он спортивный? Вот я еду. Вот. Я же еду с пальцами практически вертикально. А, ну это такой вот флёр таксиста с 30-летним стажем, да? Ну конечно. Только пальцами рулить. Ну я пальцами рулю, да, я абсолютно на нем не знаю. По набережной так офигенски. Хороший город. Как вы думаете, что с вами будет через год? Не знаю, я вот не загадывал бы, что со мной будет. Я буду жить по приколу и будет кайфово. Точно, это точно. Все будет по-прежнему, чай будет, все будет хорошо. Хороший чай, хороший дом, хорошая жена, все будет по-прежнему. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Итоги конкурсов. Друзья, за предыдущий сезон у нас огромное количество долгов. И мы потихонечку будем их подчищать. Потихонечку, не сразу. Многие ждут часы Хабенского. Но, я напомню, очень важный, очень дорогой приз. Поэтому мы чуть более сложную систему отбора победителя устроим. Потом расскажу какую. Главное знать, что все будет по-честному. Ефремов. Нужно было придумать кричалку, в которой будет слово Ефремов и Спартак. Очень много было вариантов, мне больше всего понравился Джим Гэлакси. Артист Ефремов старый дрозд. Каррера Миши нелегка. Его мясистый красный нос, как талисман для Спартака. 2517. Как мог бы называться совместный трек Андрея Бледного из 2517 и Кирилла Бледного из «Пошлой Молли»? Билет. Это оплаченные группы посещения концерта 2517 на двоих в «Адреналин стадиум» от московский клуб. И билет на самолет или поезд, друзья. Выигрывает в этом конкурсе Дмитрий Щетнев. Сорян, если я неправильно произнес фамилию. 2517 фит «Пошлая Молли». Трек «Бледность не порог». Колокольников. Что сделать Колокольникову, чтобы заговорили об этом, а не об «Игре престолов»? Приз «Очень красивая черная фига». Задор медиа. Колокольников должен пойти на передачу «Час суда». Она существует еще? И показать наглядно, как правильно нужно использовать молоток. Так, ну дальше там экстремизм уже, поэтому я не буду это озвучивать. Но Задор медиа за самую задорную версию получает эту самую фигу. Юрий Юлианович Шевчук. Нужно было придумать прозвище для своего города и в двух предложениях разъяснить его. Дневник ветврача побеждает в этом конкурсе, поскольку «Вышний волочок». Предлагает он сразу два прозвища. Первый — «Вечный светофор». Это не стареющее прозвище. Кто был, тот знает. Кто нет, абсолютно любой дальнобойщик разъяснит. И второе прозвище — «Сломанная Венеция». Потому что реально Венеция, но, к сожалению, сломанная. Познер. Кого из интернет-героев Владимиру Познеру стоило бы пригласить к себе в программу? И почему? Приз сумасшедший. Мяч от чемпиона по пилотте басковской Испании. Вариант Артема Мельникова. Владимир Владимирович стопроцентно должен пригласить за майя. Оба выдающиеся представители русской мысли. И оба недолюбливают хайп. Итак, друзья, остальные конкурсы в следующих выпусках. В том числе тот, который вы ждете. Участвуйте в них. И сорян, что мы так опаздываем, друзья. Поскольку мы в первую очередь заточены на то, чтобы сделать интересно. А конкурсы мы откладываем чуть-чуть на потом. Но в этом сезоне будем исправляться. Вперед! Юрий будет дочь, дочь будет, Юрий. Юрий будет дочь, дочь, yeah.